Это кабинет главного врача. В нем работают 4 человека. Фактически вся администрация амбулатории села Цибанабалка. Все площади максимально задействованы под прием и оказание медицинских услуг. За 10 лет население в зоне ответственности медиков удвоилось. Сегодня здесь работают 4 педиатра, столько же терапевтов еще одна. Выйдет из декретного отпуска, но и ей работы хватит с головой. У нас в этой площади в амбулатории разносит такое количество врачей в участках. Валентина Кущенко живет в поселке Пятихатки. В целом, работой амбулатории довольна. Некоторое время на ее участке часто менялся терапевт, однако сегодня кадровая проблема решена. Женщина считает, что новые кабинеты для приема так или иначе нужны. Вот вы немножко попоздали, народ взрослый. Когда нас соберется туда на процедурную, очень много крови давать, очень много зубного много. И мы еще терапевту, еще в зумах бывает, что они одновременно работают, и вообще не пройдем. В регистратура вот она. Вот мы вот так вот начинается. Кто-то сюда, там один оказал, второй начал. Одну очередь надо получать. Здесь достаточно мощный кабинет физиотерапии, но и он, по словам медиков, жизненно необходим, чтобы противостоять сезонным вспышкам простуды. Фактически отдельное крыло занимает подстанции скорой помощи. Здесь постоянно дежурит один экипаж – врач, фельдшер и водитель. Ее решено перенести в хутор Воскресенский. В освободившихся помещениях с отдельным входом и санузлом разместят детское отделение с регистратурой. Во взрослом крыле появится дополнительное место для терапевтов. В фельдшерском пункте в хутор Воскресенский полным ходом идет ремонт. К нему делают пристройку на капитальном фундаменте. Здесь будет фельдшерский пункт, и сюда же мы переводим бригаду подстанции скорой нетложной помощи из амбулатории в поселке Цапанополково на ФАП в Воскресенске для того, чтобы оптимизировать площади. Если у нас сидел один фельдшер, то здесь к фельдшеру добавится еще бригада влезная скорой нетложной помощи. Еще один фельдшер и еще и врач. По словам Ирины Рогалевой, помещений будет вполне достаточно для того, чтобы фельдшер мог эффективно выполнять свои обязанности. Обновленное лечебное учреждение планируют открыть до конца октября.